Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии Ренат Хабибуллин. Губернатор края Лев Кузнецов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов посетили стройплощадку 4-го моста через Енисей. Они ознакомились с ходом работ на объекте, который в будущем позволит повысить надежность теплоснабжения в городе и обеспечить теплом строящиеся объекты недвижимости. Прямо в теле автомобильного моста энергетики возводят новую тепломагистраль. Реализацией масштабного инвестиционного проекта занимается сибирская генерирующая компания. Подробности в сюжете далее. Для края этот проект уникальный. В теле моста сегодня энергетики прокладывают теплотрассу диаметром в 1 метр. Уже преодолена отметка в 180 метров. Используют только трубы повышенной надежности, что позволит увеличить срок эксплуатации по новой магистрали с 30 до 50 лет. Причем конструктивные особенности расположения теплотрассы в теле моста таковы, что даже в случае проведения ремонта трубы необходимости останавливать движение на мосту не возникнет. Мы прокладываем трубопровод прямой обратной сетевой воды диаметром 1020 миллиметров. Это метр диаметр. Протяженность километр 300 будет в теле моста. Это что позволит реализация данного проекта. Это улучшить теплоснабжение города Красноярска, передача тепла с правого берега на левый. И с точки зрения развития левого берега, это в основном Николаевка, позволит подключить все новые дома, которые будут строиться строителями. Кроме того, здесь будут проложены новые трубопроводы на подходах к мосту от уже действующих насосных станций. В результате появится возможность подключить новые многоэтажки и объекты социальной и спортивной инфраструктуры. Последние будут задействованы в случае победы Красноярска в борьбе за универсиаду. Очень хорошо, что энергетики действительно снимают дефицит и обеспечивают надежность по текущим параметрам. И самое главное, дают задел по развитию территории. Ну и в конечном итоге, что очень важно, что это осуществляется за счет их собственных ресурсов. То есть они видят в этом эффективность и при этом гарантируют, что в конечном итоге это должно обеспечивать сдерживание тарифов, а не рост. Необходимость строительства тепломагистрали обусловлена интенсивной застройкой, ведущейся в Свердловском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах города. Этот мост – это импульс для развития города Красноярска. Для того, чтобы нам модернизировать наш город, нам необходимо строить ежегодно 700-800 тысяч квадратных метров жилья с выходом через 5 лет на миллион квадратных метров жилья. А это, безусловно, инфраструктура, которая должна позволять решать эти вопросы. Сейчас в рамках строительства 4-го моста ведется масштабный снос жилья, переселение граждан из ветхоаварийного жилья. Для этого были построены жилые дома. Сегодня тепло справа на левый передается по коммунальному мосту и по дюкеру, проложенному по дну Енисея. Новая магистраль станет третьей, которая свяжет берега Красноярска и поможет разгрузить дюкер. Стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Закончить работы по строительству тепломагистрали планируется в 2015 году. Продолжение следует...